Всех приветствую на рыболовном YouTube канале Авторская Прикормка. Также приветствую всех, кто смотрит наш канал на Яндекс Дзене. Если вы еще не подписаны на Яндекс Дзен, обязательно подпишитесь. Ссылка в закрепленном комментарии под данным видео. И в этом видео я покажу вам, как сделать очень ловистую насадку. Она ловит лучше, чем мотыль, опарыш и червяк. То есть обловит любую животную наживку. Работает эта насадка круглый год. Я обещал показать вам, как правильно подготавливать эту насадку к рыбной ловле. Потому что в YouTube и вообще в интернете об этом нет ни слова. К сожалению, да, самая ценная рыболовная информация, ее не найти в интернете. Но я всегда рад делиться такой полезной информацией, чтобы постепенно заполнять интернет. И у вас была возможность получать эту ценную рыболовную информацию. Поэтому всех благодарю, кто высылает донаты мне на карту Сбербанк. Видео выходит только благодаря вашей поддержке. Ведь уже 8 месяцев YouTube не платит за просмотры из России. И следующее очень интересное видео, которое у меня запланировано, это показать вам, как сделать очень сильный активатор клёва под названием «Сладкий чеснок». В интернете на YouTube его рецепта вы не найдете. Поэтому буду готов снять полное видео и показать, как правильно его готовить. Но все зависит от вашей поддержки. Поэтому не забывайте присылать. Даже 100 рублей, которые вы отправляете, очень мотивирует. Но знаю, наши подписчики отправляют и 500, и 1000 рублей. Кто сколько может. Поэтому поддерживайте, друзья. И смотрите только уникальные видео на нашем YouTube-канале. Поэтому любая ваша сумма, которую вы отправите мне на карту Сбербанк, пойдет для съемок новых роликов и реализации всех проектов. Поэтому чем чаще вы делаете свои донаты, тем более светлым будет будущее нашего канала. А я всегда рад снимать вам полезные рыболовные видео. И сегодня одно из таких. Показываю, как из изюма сделать очень уловистую рыболовную насадку. Для начала нам нужен изюм. Как известно, изюм бывает достаточно мягкий, либо жесткий. Нам не важно, какой он будет в изначальном виде. Мягкий, либо пересушенный. Первонаперво, что мы с ним делаем. Заливаем горячей кипяченой водой. Он должен постоять и размякнуть. Это очень важно. Сначала мы размачиваем изюм. Впоследствии, благодаря всем процедурам, изюм будет очень твердый и не будет слетать с крючка. Такая подготовка изюма очень важна перед рыбалкой, перед применением его в качестве замены мотылю опарушью червю. Итак, после того, как поставил изюм, минут 10-15, стоит слить немного лишней воды. Оставляем немного воды, чтобы была слегка не покрывала изюм. Вот буквально чуть-чуть. Далее нам понадобится красный пищевой краситель. Добавить следует пол чайной ложки. Также пол чайной ложки обычного меда. И нужно все тщательно размешать. Особенно если мед у вас будет такой же, как у меня. Нужно, чтобы он полностью растворился. Итак, мы размешали изюм вместе с красителем и медом. Изюм еще вберет в себя цвет красителя. Теперь нужно добавить буквально столовую ложку пищевого глицерина. И еще раз тщательно перемешать. Благодаря такой процедуре вместе с глицерином мы одновременно и консервируем нашу насадку. И одновременно она станет более отверделой. Соответственно, она не будет слетать с крючка. То есть глицерин помогает нашей насадке долго храниться и не слетать с крючка. Помогает сразу в нескольких аспектах. Вот так вот легко и просто мы делаем из изюма очень уловистую насадку. Можно сказать, одна из самых уловистых. Под это дело у меня даже есть банка, куда я отправляю изюм, закрываю и храню в холодильнике. Зимой можно хранить на балконе, ничего с ней не будет. Летом тоже прекрасно хранится в жару, но лучше, конечно, хранить в темном прохладном месте. В любом. Изюм отличная насадка. Именно в таком приготовлении шикарно себя зарекомендовала. Если брать просто изюм, обычно насаживать на крючок, такого эффекта вы никогда не достигнете. Именно вот так подготовленный изюм прекрасно ловит всю рыбу круглый год. И отлично заменяет мотыля, червя и парыша. Был рад поделиться полезной информацией. Спасибо за лайки и комментарии, что присылаете ваш донат мне на карту Сбербанк. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok